Я читаю книгу Бытие, главу тридцать первую. И услышал Иаков слова сынов Лавановых, которые говорили, Иаков завладел всем, что было у отца нашего, и из имения отца нашего составил все богатство свое. И увидел Иаков лицо Лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня. И сказал Господь Иакову, возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою. И послал Иаков, и призвал Рахиль Илию в поле к стаду мелкого скота своего, и сказал им, Я вижу лицо отца вашего, что оно ко мне не таково, как было вчера и третьего дня. Но Бог отца моего был со мною. Вы сами знаете, что я всеми силами служил отцу вашему, А отец ваш обманывал меня и раз десять переменял награду мою, Но Бог не допустил ему сделать мне зло. Когда сказал он, что скот с крапинами будет тебе в награду, То скот весь родил с крапинами, А когда он сказал, пестрые будут тебе в награду, То скот весь и родил пестрых. И отнял Бог скот у отца вашего и дал мне. Однажды в такое время, когда скот зачинает, Я взглянул и увидел во сне, И вот козлы, поднявшиеся на скот, Пестрые с крапинами и пятнами. Ангел Божий сказал мне во сне, Иаков, я сказал, вот я. Он сказал, возведи очи твои и посмотри. Все козлы, поднявшиеся на скот, Пестрые с крапинами и с пятнами, Ибо я вижу все, что лаван делает с тобою. Я Бог, явившийся тебе в Вифиле, Где ты возлил елей на памятник И где ты дал мне обед. Теперь встань, выйди из земли этой И возвратись в землю родины твоей. Рахиль и Илья сказали ему в ответ, Есть ли еще нам доля и наследство в доме отца нашего? Не за чужих ли он нас почитает? Ибо он продал нас и съел даже серебро наше. Посему все богатство, которое Бог отнял у отца нашего, Есть наше и детей наших. Итак, делай все, что Бог сказал тебе. И встал Иаков, И посадил детей своих и жен своих на верблюдов, И взял с собой весь скот свой и все богатство свое, Которое приобрел, Скот, собственно, его, Который он приобрел в Месопотамии, Чтобы идти к Исааку, Отцу своему, В землю хананскую. И как Лаван пошел стричь скот свой, То Рахиль похитила идолов, Которые были у отца ее. Иаков же Похитил сердце У Лавана армянина, Потому что не известил его, Что удаляется, И ушел со всем, Что у него было, И, встав, Перешел реку И направился К горе Галаад. На третий день Сказали Лавану, Что Иаков ушел. Тогда он взял с собой Родственников своих И гнался за ним Семь дней И догнал его На горе Галаад. И пришел Бог К Лавану армянину Ночью во сне И сказал ему, Берегись, Не говори Иакову Ни доброго, ни худого. И догнал Лаван Иакова. Иаков же Поставил шатер Свой на горе, А Лаван Со сродниками Своими Поставил На горе Галаад. И сказал Лаван Иакову, Что ты сделал? Для чего ты Обманул меня И увел Дочерей моих Как пленных Оружием? Зачем ты Убежал тайно И укрылся От меня И не сказал мне, Я отпустил бы Тебя с весельем И с песнями, С тимпаном И с гуслями? Ты не позволил Мне даже Поцеловать Внуков Моих И дочерей Моих? Безрассудно Ты сделал? Есть в руке Моей сила Сделать вам Зло? Но Бог Отца нашего Вчера Говорил ко мне И сказал, Берегись, Не говори Якову Ни хорошего Ни худого Но пусть бы Ты ушел Потому что Ты непременно Нетерпеливо Захотел быть В доме Отца твоего Зачем Ты украл Богов Моих? Яков Отвечал Лавану И сказал, Я боялся Ибо думал Не отнял бы Ты у меня Дочерей своих А у кого Найдешь Богов Твоих Тот Не будет Жив При родственниках Наших Узнавай, Что у меня И возьми себе Яков Не знал Что Рахиль Украла Их И ходил Лаван В шатер Якова И в шатер Лии И в шатер Двух Рабынь Но не нашел И вышедший Из шатра Лии Вошел Шатер Рахили Рахиль же Взяла Идолов И положила Их Под верблюжье Седло И села На них И обыскал Лаван Весь шатер Но не нашел Она же Сказала Отцу Своему Да Не прогневается Господин Мой Что я Не могу Встать Пред Тобою Ибо У меня Обыкновенное Женское И он Искал Но не Нашел Идолов Иаков Рассердился И вступил В спор С Лаваном И начал Иаков Говорить И сказал Лавану Какая Вина Моя Какой Грех Мой Что ты Преследуешь Меня Ты смотрел У меня Все вещи Что нашел Ты из всех вещей Твоего дома Покажи Здесь Перед родственниками Моими И перед родственниками Твоими Пусть Они Рассудят Между нами Обоими Вот Двадцать лет Я Был У тебя Овцы Твои И Козы Твои Не Выкидывали Овнов Стада Твоего Я Не Ел Растерзанного Зверем Я Не Приносил К тебе Это Был Мой Убыток Ты С Меня Взысковал Днем Ли Что Прободало Ночью Ли Пропадало Я Томился Днем От Жара А Ночью От Стужи И Сон Мой Убегал От Глаз Моих Так А Вы Мои Двадцать Лет В Доме Твоем Я Служил Тебе Четырнадцать Лет За Двух Дочерей Твоих И Шесть Лет За Скот Твой А Ты Десять Раз Переменял Награду Мою Если Б Не Был Со Мною Бог Отца Моего Бог Авраама И Страх Исаака Ты Б Теперь Отпустил Меня Ни И Отвечал Лаван И Сказал Иаков Дочери Мои Дочери Дети Мои Дети Скот Мой Скот И Все Что Ты Видишь Это Мое Могу Ли Я Что Сделать Теперь С Дочерями Моими И Детьми Их Которые Рождены Ими Теперь Заключим Союз Я И Ты И Это Будет Свидетельством Между Мною И Тобою И Взял Иаков И Поставил Его Памятником И Сказал Яков Родственникам Своим Наберите Ко мне Они Взяли Камни И Сделали Холм И Ели Там На Холме И Назвал Его Лаван И Егар Сагадуфа А Яков Назвал Его Галаадом И Сказал Лаван Сегодня Этот Холм Между Мною И Тобою Свидетель Посему И Наречено Ему Имя Галаад Также Митспа Оттого Что Лаван Сказал Да Надзирает Господь Надо Мною И Над Тобою Когда Мы Скроемся Друг От Друга Если Ты Будешь Худо Поступать С Дочерями Моими Или Если Возьмешь Жен Сверх Дочерей Моих То Хотя Нет Человека Между Нами Но Смотри Бог Свидетель Между Мною И Между Тобою И Сказал Лаван Иаков Вот Холм Сей И Вот Памятник Который Я Поставил Между Мною И Тобою Этот Холм Свидетель И Этот Памятник Свидетель Что Ни Я Не Перейду К Тебе За Этот Холм Ни Ты Не Перейдешь Ко Мне За Этот Холм И За Этот Памятник Для Зла Бог Авраамов И Бог Нахоров Досудит Между Нами Бог Отца И Иаков Поклялся Страхом Отца Своего Исаака И Заколол Иаков Жертву На горе И Позвал Родственников Своих Есть Хлеб И Они Ели Хлеб И Ночевали На горе И Встал Лаван Рано Утром И Поцеловал Внуков Своих И Дочерей Своих И Благословил И И Пошел И Возвратился Лаван Своё Место